Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь с вами движемся по дороге уже практически последних часов жизни Иисуса Христа на этой земле. И мы прослеживаем шаг за шагом. Главы данного события, данного периода в Евангелии очень большие по объему. И поэтому пока человек начинает читать, даже привыкший читать, может быть, по одной главе Священное Писание, то эта глава, кажется, включает в себя не одну, а три иногда главы по количеству стихов. Но в любом случае нам надо эту дорогу пройти с Иисусом, я думаю, это символично. Когда мы вместе можем просто двигаться и понимать некоторые события не в разорванном состоянии, а наоборот стыковочном. Мы с вами в салоне по изучению Библии, поэтому у нас есть возможность посмотреть вот эту панорамную картину и события за событием обнаружить, что же происходило там, в этом саду, в Гефсимане, и какие события развернулись впоследствии. «В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Что сейчас делает Иисус? Он взывает, по сути, к их здравому смыслу. «Если вы сейчас так вооружились против меня и хотите меня взять, думая, что вы справитесь с этими мечами, вы ошибаетесь. Если бы я сам не согласился, то вы бы не могли это сделать. Если бы Бог вам не позволил, вы бы никогда это не сделали. То есть задумайтесь, люди, как вы можете сейчас иметь на меня какое-то влияние, право и тем более убить, если бы не позволил этому случиться Небесный Отец? Поэтому в данном случае Иисус говорит, что плохого я сделал для вас и ваших детей? Потому что на самом деле это логике не поддается, чтобы зависть была настолько ярко выражена и свирепа, и, по сути, жестока, надменно, горда и самодостаточно, чтобы не думать о тех вопросах, которые по-человечески люди решать не могли. Ведь посмотрите, скольких людей, сыновей, дочерей исцелил Иисус, пока ходил в то время. Ведь написано, что даже миру не вместить написанных книг, если бы написать, что сделал Иисус. Такое количество ответов на запросы, на вопросы людей, на их нужды, на их кричащие ситуации, Иисус отвечал. Да, где-то он не мог исцелять по неверию, но в любом случае толпы людей, тысячи людей ходили за ним не случайно. То есть не было информированности такой, как мы сегодня могли бы это сделать в интернете. Но, однако, Иисус привлекал не через соцсети, а он привлекал через радио, связанное с человеческими устами. Когда люди сами из уст в уста передавали, что сделал Иисус в их личной судьбе, в их жизни, тогда оживали города, оживали межгородские пространства, потому что мигрировали люди, ходили друг за другом. И, в общем-то, было сразу видно этих странников, которые отправлялись найти Иисуса, где бы он ни находился, в пустыне, на море. Они прослеживали, просматривали, бежали туда, где Иисус находился. То есть вот это движение в нации, движение в народе, движение в государственности, оно настолько было ярко выражено, что Иисуса знали, где он находится практически все. Но тогда, когда пришли на то место, где его взяли, это было место уединения. Это было место, которое знали практически только ученики, и поэтому туда привезти мог только ученик. Потому что ночью в сад, на гору не особенно хочется забираться. Некомфортно, темно, там не было фонарей. Это надо было идти, в общем-то, по камням, идти там, где могли заползать змеи, и эта опасность тоже присутствовала. Но, однако, его там нашли, его там обнаружили, и теперь Иисус с ними ведет диалог с учетом того, что вы делаете. «Сие же все было да сбудется писание пророков. Тогда все ученики оставили его и бежали». Вот этот момент очень классически показательный. Люди хотят быть с тем, кто перспективный, сильный и в числе победителей в их глазах. Иисус был таковым, когда исцелял. Был таковым, когда за ним ходили толпы. Когда он мог накормить хлеба и зрелищ, это всегда тезис, который остается актуален на сегодня. И поэтому Иисус отвечал на запросы людей. Но сейчас его взяли. Сейчас он не позволил воспользоваться мечами. А значит, не только Иисус сейчас может оказаться под стражей, но и те, которые рядом. И все его оставили. Момент парализации воли за счет страха, за счет непонимания ситуации. В данном случае не то, что в оправдании учеников, а я хочу сказать, что в этот момент происходило в атмосфере, которую могли пережить люди. Потому что Иисусу надо было встретиться один на один с духовной атакой на Него. Например, когда Иисус был в пустыне, Ему надо было победить там атаку врага, как искушение. И оттуда Он вышел в силе Духа, человеческого Духа. Если Он Духом Святым был введен в пустыню, то оттуда Он вышел в силе Духа Своего, как человек. Ему надо было теперь этому Духу быть связанным с небесами и крепнуть и расти, для того, чтобы являть Бога без искажения. Что касается врага, то мы можем прочитать, что оставил его дьявол до времени. Возвращался Он к нему с разными каверзными вопросами в виде того, что нужно ли платить подать кесарю и возможно ли творить в субботу какие-то дела. То есть вот подобного рода Он хорошо знает закон и поэтому апеллировал оттуда. Что касается сейчас его финиша, то теперь вся задача врага его привести на крест, убить, уничтожить. Пока он еще не понимает, что произойдет на кресте, но он его туда гонит. Он хочет поскорее, чтобы он ушел с арены жизни, чтобы толпы не ходили за ним. И все это он делает сейчас, потому что это, в общем-то, его провокация. Значит, все свои ресурсы, всю свою армию, если так можно сказать, дьявол подтянул для этого момента. Здесь находятся ученики, атмосферу они читают. Они уже видели, что бесы им повинуются. Они знают, как это происходило. И они уже радовались этому. И Иисус сказал, чему надо радоваться. Не тому, что вам бесы повинуются, а что имя ваше записано в книге жизни. На небесах. Вот этому радуйтесь. Предметы он ставил или расставлял на свои места предмет радости и восторга и победы. Но в данном случае тьма сгущалась. Она сгущалась и сгущалась до момента, когда вот эта тьма будет осязаема. И вот сейчас в Гефсимане ученики стали ее ощущать. И у всех паника. Хочется убежать отсюда. В данном случае я хочу сказать, друзья, когда мы подходим к финишу своего призвания, когда надо подойти к прорыву, то там ночь более густая, там тьма более осязаемая, там состояние вот этой паники нарастающая. И так важно в этот момент не на себя ориентироваться, не на логику, не говорить, Господи, что со мной, и убегать, а встать в Его присутствие и сказать, Господь, Ты дал силы Иисусу, помоги мне сейчас пройти вот этот этап. Он для меня по-человечески невыносим, но силу даешь Ты, помоги, Господи. Я, друзья, хочу, чтобы мы понимали, что у нас будут моменты похожие. Наверное, не в такой, не наверное, а точно, не в такой степени тьма будет сгущаться, но это будет на грани наших возможностей. И только тогда, когда мы будем ощущать вот эту плиту сами, которую раздвинуть не можем, мы можем сказать, Господь, а Ты со Своей стороны можешь это сделать, потому что Ты Иисусу дал силы пройти это до конца. Я хочу вдохновить и себя, и вас, друзья, знать, что мы можем ощущать давление на нашу душу, мы можем ощущать давление на нашу плоть. Плоть может кричать, душа может вопить, но дайте Духу получать подкрепление заблаговременно. Дайте Ему питание вовремя, чтобы знать, в чем воля Отца, в чем Его сердце, чтобы знать, что Он тебя и меня не оставит в одиночестве, даже если нам это будет так казаться. Но ученики, они разбежались. Однако Иисус их не обвинил в этом, потому что Он знал, что эту степень давления может перенести только тот, кто имеет полноценную связь с этим источником, непрерывную, а постоянно расширяющуюся. Поэтому так хочется, друзья, чтобы мы с вами не просто знали, что нам надо пройти какие-то свои этапы экзаменов. Сначала Христос, потом Христовы. И заблаговременно просили об этом у Бога. «Господь, Ты знаешь мой старт, Ты знаешь мое предназначение, Ты знаешь место, где я нахожусь сейчас. Ты также знаешь степень густоты, тьмы, которая собирается против моего призвания. Но у Тебя источник силы, и он не закрыт, для меня он открыт. Помоги мне из него всегда черпать». Вот тогда, когда мы так, друзья, молимся, не только «Господи, дай это, пошли это, вот это, в этом проблема, в этом проблема», а, друзья, мудрость-то в том, чтобы мы заблаговременно могли обращаться за помощью. И нам дает Господь позицию, образа мышления праведника. Мы уже цитировали неоднократно, что праведник молится заблаговременно. Вот в этом и есть позиция праведника. Он имеет правильный взгляд на ситуацию. И потому сейчас из этой позиции, где находится, молится о том, что еще только придет. И потому в данном случае Иисус дает своим ученикам такую картину. «Сие же все было, да сбудется Писание пророков». И тогда все ученики, оставив его, бежали. То есть Иисус продолжает быть на своей волне, он продолжает говорить эту фразу, а ученики от этого, наоборот, разбегаются. Поэтому Иисус поступателен, он последователен, он делает то, о чем говорил раньше и сейчас. Но ученики это не выдерживают. Я думаю, что для нас это хорошая картина того, что если мы где-то чего-то не выдержали, у нас всегда есть рука помощи. И Иисус выдержал. И вот в этом как раз и есть выход для учеников и для нас. И Иисус выдержал. Поэтому ты что-то не смог сдать. Ты где-то мог или сможешь, или не сможешь где-то поступить верно. Но имей в виду, милость превозносится над судом. Милость – незаслуженный дар. А это то, что как раз мы получаем, не то, что заслужили. И в этом смысле для нас уже сейчас есть возможность благодарить Бога за Его благодать и милость, которая обновляется для нас каждое утро. И уже в этой плоскости творить молитву благодарности, творить молитву веры, творить молитву нашего доверия Христу, почтения, признательности. И чем больше мы творим таких молитв, тем больше мы расширяем платформу для нашей безопасности. И поэтому пусть именно такого плана наши ожидания будут высказаны в адрес неба. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что для Тебя нет ничего невозможного. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь наши ресурсы. Ты знаешь, где мехи наши опустили, где надо их восполнить, где сосуды наши нуждаются в крепости. И поэтому мы молимся к Тебе заблаговременно, чтобы Ты укрепил наши сердца и расширил пределы. Потому что мы сейчас, живя на этой земле, понимаем, что мы живем в последнее время. Понимаем, что есть еще послания, которые были сказаны через пророков через все века, что это время непростое для святых, когда преследование есть даже той жены, которая родила младенца мужского рода, из-за которой пошли языки вот этого потока вражеского. Но я благодарю Тебя, что тогда Ты сказал земле, и она поглотила эти потоки. Поэтому Ты знаешь, как нас защитить. Ты знаешь, как нас вывести на пространное место, и как восхитить от земли в этот момент, когда преследование будет невыносимым. Поэтому мы просим Тебя сейчас о том, чтобы Ты нас и наших детей, наших внуков сохранил и защитил. Господь, нам это важно. Мы молимся, потому что мы знаем Тебя как Бога спасающего. Не спасающего абстрактно, но спасающего конкретно в наших ситуациях и в наше время. И поэтому молимся, Господи, пусть слова, да сбудется Писание, для нас не будут страшными, для нас не будут опасными, как это было для учеников, что они разбежались. Но пусть действительно каждый из нас будет, как непоколебимая скала, ибо уповающий на Господа, как гора Сион, не подвигнется. И я благодарю Тебя, что эта гора Сион для нас ориентир. Ветры разбиваются о горы, потоки разбиваются о горы. И пусть, Боже, любые потоки врага нас не достигнут. Я благодарю Тебя, что у нас есть такое право молиться к Тебе и благословлять друг друга на финиш нашей жизни. И мы делаем это сейчас, потому что мы не все понимаем, но мы до конца можем доверять Тебе. А Ты знаешь, как превратить эту молитву в Твои потоки, как благословения, так и защиты. Сделай это, Господи, на целые рода, на наши семьи, на наши дома. Сделай этот покров расширенным. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Живите под покровом. Субтитры подогнал «Симон»